Здесь у нас в основном представлено оружие времен Великой Отечественной войны и для сравнения немножко современного. Но впрочем не только Великой Отечественной войны, да, много предметов могли воевать еще и в гражданскую, и в русско-японскую, да, начиная от винтовки Мосина и пулемета Максима. Вот данные экземпляры пулемета Максима у нас по клейму 32-й год. Скоро ему будет 100 лет, и он до сих пор работает. На смену Максиму в Великой Отечественной войне пришел пулемет Горюнова образца 43-го года. Данные экземпляры у нас, это уже Горюнов модернизирован, это уже послевоенный. То есть он позволял стрелять в него как в зенитном варианте, так и если перевернуть станок, можно стрелять в обычном пехотном, как Максим. Разница в том, что если на Максиме нужно было воду заливать для охлаждения ствола, а Горюнов уже воздушное охлаждение и сменных стволов несколько. То есть быстросъемный ствол перегрелся, раз поставил, все, может продолжать бой. Максим надо менять воду, либо ждать, когда остынет. Патрон Атина тот же, 762х54, стандартный винтовочный патрон. А это реплики или настоящие? Нет, это все из боевых образцов. Охвачено на Тульском оружейном заводе. Станок там интересный, на самом деле. Да, этот станок можем поставить, и он будет как в пехотном варианте, а так в зенитном варианте. Прицел зенитный убирается. Ставится обычная планка, все, вот он готов к стрельбе по пехоте. А стволы как меняются у него? Стволы, кнопочка, ручка вот эта, ну вот здесь вот. Здесь просто он по охлощению не должен меняться ствол, поэтому он приварен сейчас. По законодательству, а так он, а так вот, да, да, он, кнопка нажимается, он вдруг вытаскивается. То есть в соответствии с законодательством нужно изменить, внести такие, чтобы нельзя было с боевыми образцами взаимозаменяемости было. И деактивированные части не должны здесь разъединяться. А вон какого года вот конкретный этот? Конкретный этот я не помню. Нет, нет, конкретный этот не могу сказать. Погоду бьем. Максим прикольненько. А до какого он года на вооружении был? Да он и сейчас на вооружении. Сейчас на вооружении. То есть они все со складов снимаются, и это или на арсенальном хранении. Точно так же их для охващения с арсеналов привозили. То есть они лежат в масле, ждут своего времени, как и Максима, впрочем. В смысле, Максима сейчас есть на складах? Да, и много. Да? Да. И зачем они там? На всякий случай? На всякий случай. Никто не знает, что будет, когда. А Максим он вечный. Там ломаться нечем. Очень надежный, очень устойчивый. Его не ведет. Он массов большая, очень хорошая кучность. А можно как-то так выкупить, допустим, себя охващенный? Можно вот сейчас только на вторичном рынке. А так где-то, ну, готовьте порядка 600 тысяч. 600 тысяч Максим стоит? Охващенный. А что умеете вообще? Ну, где-то 250-300 будет стоить макет. Все зависит от того, какого года. Царский, военный, довоенный. Там очень много нюансов, которые на цену влияют. Продолжение следует...